друзья всех рад приветствовать спасибо что заглянули на мой канал в этом видео речь пойдет про болгарочку вот она в таком кейсе это та самая болгарка которая уже много раз показывал но в этом видео речь будет не о технических параметров болгарки разбирать я не буду хочу рассказать про дополнительную оснасткой на каких форумах побывал интернете пошастал полазил и увидел там такая полемика сложилась по болгаркам до что болгарки созданы сугубо и только обязательно под диски до изначально то есть и их никак нельзя усовершенствовать и вот в этом видео я хотел бы рассказать про такой дополнительный аксессуар на болгарку это вот такой как бы патрон да он выглядит как сверлильный но это болгар очный патрон со специальной резьбой под шпиндель сюда m14 вот я как раз снял сейчас вот зажимную гайку это быстро зажимная гайка бесключевая я тоже про него показывал и вообще загляните на мой канал и видосики там про бежитесь есть там показано как в работе вот это выглядит девайс да все я показывал с дисками обзор на болгарку но это та самая болгарка вот от этого производителя 1700 ватт надо гв 17 на 125 диск цена профессиональная там меня тоже отругали за эту болгарку что я в нее полез хотя тоже как бы почему бы не лазить в свою болгарку чему запрещает кто-то да что-то делать со своей болгаркой типа не лезь туда не лезь в нее но такие диванные эксперты да и вот как раз хотел бы поговорить сейчас по поводу вот этого дополнительного аксессуара тоже насчет него много споров есть такая категория людей которые страшно боятся болгарки всякие различные даже просто с дисками да ну и вот у них есть четкое убеждение того что болгарку нельзя никак выполнять какими-либо аксессуарами такими как вот этот патрон у них в общем одна мысль срабатывает раз этот патрон похож на сверлильный то значит это только сверлить надо да там или только подсверление вот я хочу подсказать в очередной раз что это не только подсверление это подразличные шарошки вот сейчас покажу подразличные насадки камешки подразличные девайсы с хвостовиком сюда вставляется это как некий переходник естественно сверлышки можно ставить но если сверлить то понижать обороты вот здесь вот видите есть колесик регулятор он снизить обороты оборотов дрелью да почему бы нельзя сверлить а вот обычно получается дрель вот вот здесь вот она работает да вот ухват вот такой вот и где-то подсверлиться вот он получается размер дрель очки вот такой вот это первый момент второй момент в этот патрон можно вставлять конечно же различные шарошки напильники рашпиле целый набор вот эти раз фрезы всякие да там под гравер можно использовать естественно вот этой болгаркой на различных оборотах можно работать рост и как вот прямо шлифовальную машинкой это подлезть вот тут здесь да раз вот так вот где-то подчистить что-то можно да то есть диск не влезет да допустим в узкое пространство вот пример на ящике на этом да вот сюда допустим вы не сможете влезть при патроне да вы можете где-то вот так подлезть что-то вот так вычистить очень удобно то есть можно гравировать на каких-то поверхностях фрезами да рисовать рисовать болгаркой можно удерживая ее да ничего ее не вырывает из рук там как некоторые выдумщики говорят там вот она улетит там или там она там чуть ли там не уничтожит там оператора но болгарка может уничтожить оператора без рук который ну безрукого который будет сугубо дисками работать если у него руки не из того места она и с дисками просто его тоже всего может повредить так что болгарка это такой инструмент ну конечно нужно с умом использовать нужно соблюдать строго технику безопасности крепко удерживают чувством с долгом с расстановкой пользоваться вот этим вот инструмент смотрите если его дополнять опять же да вот этими вот всеми аксессуарами понимающие люди кто в теме они как бы никогда против такого не будут они скажут классно а все остальные споры похоже знаете как на что но смотрите если автомобиль усовершенствовать какими-нибудь дополнение допустим внедорожник там у него усиленные ставят рессоры внедорожника там увеличивают дорожный просвет и клиренс надо обвешивают кенгурятник различными аксессуарами или спортивный автомобиль занижают подвеску ставят низкую профильную резину там узкого там или литые диски или стальные диски тоже вот это можно сравнить как вот противник литья допустим литья дисков литых на автомобиль они тоже ну как бы можно их под сомнение поставить искать ой это опасно нельзя ездить нужно только на стальных дисках ездить абсолютно то есть только только стальные хотя все прекрасно понимают что алюминиевые диски они там ну по некоторым параметрам могут даже превосходить обычные стальные и вот то же самое вот с патроном да и вот есть такой же инструмент только прямо шлифовальная машинка у нее тоже сама патрон там цанговый или вот такого плана чуть поменьше да это та же самая болгарка только с прямым редуктором не с таким углом вниз вниз угловые как на этой машинке вот почему она и называется угла шлифовальная машинка потому что у нее привод редуктор вот так вот углом идет видите вот так раз буква г а есть прямо шлифовальная машина нее прямой и что нужно отдельно покупать прямо шлифовальную машину я считаю что это ни к чему достаточно вот такой патрон приобрести одеть на шпингель плотно закрутить можно в него вставлять различные аксессуары да вот смотрите я уже показывал то есть загляните по ссылкам под видео увидите в работе как это все выглядит вот то есть видите хвостовик любой можно до 13 миллиметров сюда ставить я такой патрон даже искал искал нигде не нашел нашел только в интернете это один раз как бы тоже обломался заказал на китайском сайте на каком-то мне прислали такой патрон он чуть поменьше правду был и резьба м10 почему-то хотя фотография была обычная болгарка с патрона но я не прочитал там параметры сразу заказал не 10 прислали а у них там оказывается болгарки в китае идут со шпинделем м10 почему то я не знаю что это за болгарки на обычных болгарках идет шпиндель м14 она дрели нет такого шпинделя как на болгарке вот я снял патрон видите какая здесь толстая резьба здесь тоже она грелевом патроне там идет 125 какая-то ну более мелкий шаг резьбы такой там тоньше шпиндель ну и болгаркой можно конечно же подлезть опять же говорю вот нет необходимости покупать еще один инструмент можно просто себе дополнить и расширить функционал болгарки на что фантазия хватит вот допустим даже граверный гибкий вал подсоединить вот сюда и все и нормально единственное она шумит я это показывал уже но все равно работать очень иногда бывает удобно и самое прикольное да вот этой насадкой вот этой насадкой где-то подлезть что-то муская по срезать вот так вот раз раз закипевшие болты я сколько уже насрезал я почему я как бы не граверными работами занимать вот это мне нужно для того чтобы но удалить закисший короче крепеж где-либо да очень удобно то есть не подпиливать какими-то там надфилями там и еще какими-то напильниками там пилочками подвалить а просто диском него так маленьким специально для граверов на погладишь так вот и срезал все что тебе нужно там закипевший там то есть гайка лом даже мне не нужен я просто надпиливаю где-то вот так вот влазишь да там где-то в подкапотное пространство даже машина если там работает единственное либо крепить эту болгарку на какой-нибудь струбцинами за где-либо либо чтоб помощник подержал а ты пока ты вот это вот такая тема к имейте это ввиду всем пока